Девушки отдыхают 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 буква О, там должно быть ноль, а эта тройка должна быть двойкой для того, чтобы это был верный ВИН. Если мы используем декодер ВИН и используем ВИН, который указан в видео, он сообщит нам ту же информацию, что 3 и О не подходят, так что я просто возьму и избавлюсь от этих проблем в одночасье. Запускаем поиск и ошибка исчезает. Да, тут еще есть одна ошибка, но я думаю, что по сути это значит, что в ВИНе от Джон Дир не должно быть 17 знаков, такое больше не использовать. Ну, погрузчик-то был старый, так что это наша отправная точка для поиска украденного мини-погрузчика. Итак, я начал поиск с года выпуска погрузчика, а это 1999-й, и этой части ВИНа, это что-то типа, часть кода ВИНа, которая говорит вам о том, что это Джон Дир 250. Искал я, значит, в этом поисковике, в гугл. КВ-0, 250А. А когда ставишь вот такие кавычки в гугл, по сути это означает то, что мы получим только результаты, которые включают в себя то, что в кавычках. И так как мы знали, что он 99-го года выпуска, мы получаем вот такой хороший набор погрузчиков 99-го года. И тогда я решил сконцентрироваться только на тех, которые на аукционах. И если нажать вот на этот вот первый, у которого вот нет ковша, к примеру. Ну, короче, вот у нас открылся целый список. И осталось сверять ВИН-номера на предмет совпадения или хотя бы схожести. И тут я наткнулся вот на этот. Итак, он 999-го года выпуска, Джон Дир, 250А. Аукцион закрылся в 2017-м, продан в Канзасе, что по сути не так уж и далеко от места, где украли тот погрузчик. Вполне вероятно, его провезли пару штатов. Да, но ВИН отличается всего на одну цифру. И причина, по которой это может быть тот самый погрузчик. Вот эта вот фотка. Упс, вот она. Давайте сделаем ее чуть-чуть побольше. Окей. Это то самое место, где должна быть табличка свина у Джон Дир, 250, 99-го года. И тут очень хорошо видно, что ее кто-то оторвал. Видно, что краска немного другая на месте таблички. Дырки от саморезов этих... Вот вам пример с другой модели. Просто, чтобы вы имели представление, как она должна выглядеть, когда идет с завода. А тут табличку сорвали. И заменили ее очень хреново на корябанной надписью в виде ВИНа. Видно, что делали это вручную. Потому что она кривая. Межбуквенное расстояние разное. А... Так что сделано это, скорее всего, каким-то специальным девайсом. Такой инструмент легко найти совсем занедорого. Особенно, если ты вращаешься в криминальных кругах. Так что это вполне вероятно, что кто-то сделал это просто своими руками. Так что да. Но ВИН-то, с другой стороны, не совсем подходит. Итак... Вот, скажем, вы решили украсть мини-погрузчик. Вы решили его продать. Вам нужно будет изменить ВИН, так как, скорее всего, настоящий будет биться, как украденный. И вот вам осталось решить, как изменить ВИН так, чтобы он выглядел аутентично и легально. Хотя... Вот это вот легальным совсем не выглядит. И уж тем более не выглядит аутентичным. Ну да ладно. Мы не можем изменить КВ-0-250А. Эта часть обязательна для всех моделей 99-го года. Тут мухлевать не получится. Это значит, что эти буквы и цифры они менять не будут. И не меняли. Следующие... Следующие шесть цифр... 1-5-1-7-9-5 Это... Это уникальный номер вашего... Погрузчика. Это номер вашей конкретной модели. Я не смог найти в интернете ни одного погрузчика 99-го года, у которого первая цифра была бы 2. Я думаю, это их порядковый номер. А значит, эту однёрку они тоже изменить не могут. Итого у нас осталось 5-1-7-9-5. И вот если вор — это вы, вам нужно изменить одну цифру. И мое нутро подсказывает мне, что они изменили... Вот эту вот семёрку... На единицу. Нет, ну вы прикиньте... Если бы вам нужно было придумать правдивую историю... В случае чего... Можно было бы сказать, что кто-то с плохим почерком, ну или там... С плохим зрением сделал такую вот ошибку. Подумал, что 1 — это 7. Ну или наоборот. Ну типа, если взять, скажем, 5... Ну или там, что ещё, 9... Ну тут не скажешь, что не отличил пятёрки от девятки. Так что да, я думаю, они взяли украденный Вин, изменили семёрку на единицу и перепродали его. И теперь, когда я объяснил эту теорию с Вином, поговорим о пропавшей табличке от него. Давайте забудем, а давайте представим, что Вин такой есть на самом деле. Нет такой причины, по которой бы вы сняли табличку с Вином. Ведь есть причина, по которой она... Прикреплена наглухо. Её нельзя снять. А это значит, что... Кто-то убрал эту табличку, чтобы... Не знаю. Зачем снимать табличку с Вином? Здесь не может быть никакого объяснения просто. Это, в принципе, нерационально. Единственная причина, по которой... Это если номер, скажем, почти стёрся. Настолько, что прочитать невозможно. Я видел такие таблички, ну, знаете, поцарапанные, стёртые. Это объяснимо. Это всё-таки строительная техника. Там жёсткие условия. Да. Но зачем снимать табличку? Почему бы не написать номер здесь, здесь или здесь? Чтобы никто не подумал, что вы сделали это нарочно. И ещё кое-что. Я хотел сказать, а... Видно, что вот здесь повсюду одни царапины. Он довольно потрёпан. Тут везде какая-то вешаяся грязь и одни царапины. И это наводит на мысль, что таблички нет здесь уже давно. Что вполне логично. Если его украли в 2007-м, значит... Ведь если бы они его украли, то они бы сразу её сняли. Короче... Да, тут видно, что её давно нет. Так, а теперь-ка давайте вернёмся на сайт. И ещё одна вещь, которая натолкнула меня на подозрение, это факт, что датчик моточасов сломан. И... Обычные транспортные средства со сломанным датчиком, моточасов или сломанным модометром, довольно подозрительны. Люди хотят сказать правду о том, сколько он использовался и... Ну или что он был украден. Хотя не знаю. Может, это был какой-то дефект этих моделей, и он сломался сам. Но всё-таки это довольно подозрительно. А ещё тут есть кое-какие проблемы, которые отмечены вот здесь. Они следующие. У него что-то с колёсами. Генератор неисправен. Нет передней двери. Парковочный тормоз сломан. Стрела задевает кузов. Погрузчик сам не заводится, только от прикуривания. Ну и ковшание тоже. Это всё говорит о том, что о нём никто не заботился. И я думаю, что если вещь не куплена, украдена, то вряд ли ты её будешь ценить. И я думаю, логично предположить, что он в таком состоянии, потому что его украли. А потом зайдёшь, его продали. Ну, да. Вот, собственно, и всё, что я думаю по этому поводу. Я подумал, что запилить такой видос и отправить его свистячему дизельку будет лучшим способом. Чтобы как-то достучаться до него, я подумал, может, он посмотрит фотки и найдёт что-нибудь знакомое, может быть, накладку там на рычаге управления или что-то такое, что поможет ему определить, его это или не его. Если это его, то, может быть, он станет отправной точкой в поиске утраченного погрузчика, ну, знаете, поднимет бумаги там хотя бы за последние пять лет. И тогда, если он доберётся до тех, кто проводил аукцион, он сможет узнать, откуда он у них. То есть, кто продал этот погрузчик аукциону. Но между кражей и аукционом существует десятилетний пробел. А там, между 2007 и 2017, может быть целая куча хозяев. Я просмотрел это видео до конца и такой... Да, это, наверное, он. Он объясняет, как там ВИН. Не на табличке. А табличку вообще оторвали. Датчик моточасов сломан. Как стрелы задевают кабину оператора. Потому что, когда он был у нас, ничего не задевало. Ну и много других подозрительных вещей. У этого погрузчика. Ну, то есть, как-то подозрительно. Я написал этому парню, и мы обсудили все эти маленькие детали. И мы пришли к выводу, что ВИН могли подменить. Также мне кажется, что есть смысл в том, что они копались в датчике моточасов, потому что они не сходятся с моим. Потому что у моего папки было 18 сотен часов. На этом только 11 сотен. И он просто убит. Вот тут на сайте написано, стрелы задевают, когда опускаешь ковш. Стрелы — это штуки, на которых он держится. И они задевают кабину. Они корябают кабину, когда ходят вверх и вниз. То есть, самая главная часть погрузчика работает неисправно. Это ненормально. Такое обычно не происходит. Уж тем более люди не покупают оборудование, где металлические части скребут и сталкиваются друг с другом. Ну, я, короче, пишу смс-ку своей маме, ведь у нее есть фотки абсолютно всего, даже с 2002 года. И, конечно же, у нее есть фотки погрузчика, которого был украден 15 лет назад. Правда, нашла она пока только одну. А, и вот тут вот даже дата указана есть. Смотрите. 13 февраля 2007. То есть, пара месяцев перед тем, как его сперли. И тут вот видно, как мой любимый папа чистит снег. И я отправляю эту фотку парню, и мы начинаем сравнивать фотки с сайта. И мы такие... Да, он выглядит похожим, но, к сожалению, рычаги управления. Рычаги управления смотрят в другую сторону. У моего папа они смотрели внутрь. А тут они как будто направлены вне. И я такой, сорри, чувак, это не он. У него ручки направлены в другую сторону. Наружу, а не внутрь. А он мне такой говорит, а ты видел это место на фотках, где они там сварили что-то? На этом погрузчике установлена система гидравлики. И как-то странно, что вспомогательная гидравлика приварена к этому убогому куску металла, который к тому же еще под 90 градусным углом расположен. Приварена хреново, и еще весь ржавчили. Типа, худшая работа по сварке из всех, что я видел. Так не шло с завода. Типа, стрела не должна задевать кабину, и вспомогательная гидравлика не будет приварена к тоню-сенькому кусочку металла. И увидев это, я такой, ну да, это, наверное, Павин погрузчик. То есть вин, стрела, датчик моточасов. Слишком уж много тревожных звоночков. Ну то есть, чувак пошарил по интернету и просмотрел много погрузчиков. Также он довольно умный, я понял это из видео. Ну и я такой, окей, что мы делаем дальше? Мы должны понять, где находится тот человек, который купил его последним. И после этого мы уже найдем сам погрузчик. Попробуем найти на нем настоящий винт там где-нибудь, ну а потом пройти через все договора купли-продажи к самому началу и найти вора, то есть человека, который продал его самым первым. То есть нам нужно узнать не только имя владельца от Purple Wave, а также узнать, где Purple Wave Аукцион взял этот погрузчик. Эта информация конфиденциальна. Вот. Я говорю, значит, чуваку, в телефоне мы говорим, нам нужно достать как-то эту информацию, то есть у кого сейчас находится мини-погрузчик. И он такой, ну может они ее нам дадут, типа мы им все объясним, и они просто как-то пойдут на навстречу. Через два дня я вижу, что меня отмечают в другом видео на Ютубе. Люди отмечают меня гораздо больше на этом видео, чем даже на предыдущем. И тут я вижу это видео под названием Вислин Диссель. Я нашел твой украденный погрузчик. Пожалуйста, ставь лайк и подпишись, чтобы увидеть новые видео. И в одночасье оно набрало полмиллиона просмотров за семь дней. Так, сразу к делу. Я дошел кодиного отца мини-погрузчик. Сначала расскажу о себе. Я дилер тяжелой техники. Я ее покупаю и продаю так же, как и траки. И у меня есть доступ к базам, которые недоступны обычным людям. Но это что-то типа история автомобиля, но только для тяжелой техники. Так вот, я взял его номер ВИН и вставил его в окошко для расшифровки. И он мне выдал, что в этом виде есть несколько ошибок. И когда я наконец-то получил правильный номер ВИН, сразу выплыло сообщение, что он украдет. Я пытался связаться с этим свистящим дизелем последние два дня, и я не получил никакого ответа. У меня есть инфа, это не шутка. Я скину тебе инфу любым способом. Название аукциона, их администрацию, ведь я с ними уже связался. Вот именно так этот парень объяснил, как он нашел правильный ВИН украденного погрузчика. Все хотят знать, как. Как я это сделал. Как я нашел ВИН погрузчик отца Коди свистящего дизелька. Ну что ж, давайте приступим. Вот этот самый ВИН. Просто вбиваем его в гугл-поиск. Он выдает нам этого парня. Сдачит, очень близко к дому Коди, номер ВИН. не нужно быть каким-то гением. Смотрите сюда. Какой-то наркоман взял зубило из разноски своего дилера и решил поведать оттяните сюда себе в руку. Просто блестяще. Просто блестяще? Короче, я связался с ним и такой, слушай, чувак, как ты узнал, что ВИН не подходит? Как ты узнал, что там другая цифра? Как ты понял, что однерка должна быть семеркой, или семерка однеркой? И он такой. Он пишет Джон Дири ВИН-декодер. Если вести неправильный ВИН, то он выдает ошибку. ВИН недействителен. А он недействителен, потому что он ненастоящий, его не существует. Он говорит, что определил правильный ВИН таким образом. Но он не показывает тебе, какой цифрой заменить неправильную цифру. Тебе придется самому найти эту цифру, чтобы у тебя был правильный ВИН. То есть их ВИН-декодер не предложит вам правильный ВИН взамен неправильного. Он просто выдаст ошибку. Аукцион Purple Wave. Здравствуйте, мэн. Я ищу краденый погрузчик. Домер вида моего погрузчика сходится с видом, который указан у вас на сайте. Вы его продали. В 2017-м жду ответа. Спасибо. Надеюсь, эта информация окажется полезной. Не забудь в меня вписать долю вознаграждения. Держи меня в курсе. Держи меня в курсе. Не забудь взять меня в долю вознаграждения. Чувак, чувак, ты ее так жестко подставил, а она, скорее всего, потеряет свою работу из-за этого. Понимаешь? Нужно ли мне это вознаграждение? Конечно. Что? А мне нужно его? Нет, ну реально, я жду такое, что он, значит, скажет. Нужно ли мне это вознаграждение? И я такой, сейчас он скажет. Нет, не нужны. Я просто хочу, чтобы ты вернул погрузчик своему папе. И да, вознаграждение есть, и выплачу ли я его? Конечно. Чувак, да мы даже еще ничего не сделали, я еще ничего не нашел. Этот чувак, как Базилио из Буратино. Все уже, оказывается, знают, где мой мини-погрузчик, даже перед тем, как я поехал, посмотрел он это или не он. Вы думаете, это так просто, просто типа, да, это он, это он, быстрее мы нашли его, давай быстрее звони в ВВР. Мотивация всего этого поиска должна служить не жажда наживы. Типа, да, вознаграждение есть, я рад заплатить. Но разве смысл в том, чтобы получить 300 тысяч от свистящего дизелька? Нет, смысл в том, чтобы найти вора, который украл, у моего папы. Обязан ли я назначать вознаграждение? Нет, это какая-то дичь. Но я хочу его найти. Правильно ли принять за это деньги? Конечно, я же их предложил. Правильно ли делать это только из-за денег? Нет, смысл в том, что воровать это неправильно. то есть так же, как когда я вернул те 15 сотен несчастной жене того чувака, который у меня украл. Смысл не в том, чтобы забрать деньги. Смысл в том, чтобы показать людям, что хорошо, что плохо. Так как он уже связался с администрацией, еще перед тем, как я приехал и прикинул, что к чему. И теперь я надеюсь, что они его еще не скинули. Я позвонил своему Кенту. Он живет в Канзасе. В двух часах езды отсюда. Говорю, слушай, чувак, походу, в этом гольф-клубе, который значится в бумагах, который мне дал Миллер, походу, он был продан гольф-клубу, который в Канзасе. И мой Кент отправил кого-то туда, чтобы разведать обстановку. И значит, походу, уже было темно, и он, короче, прошелся там по территории, и только в одном сервисном здании там горел свет. И он говорит, да, я там видел Джон Диер 250, и они работают на ним прямо сейчас. Поэтому мы летим просто в Канзас. У меня здесь 15 штук, но они купили его за 6600. Я хочу выкупить его за минимальную сумму, на которую они согласятся. Если все пройдет гладко, то мы снимем эту табличку с номером ВИН, которую они забыли поменять, и убедимся, что он наш. И потом отвезем папе его погрузчик. Вечером 17 августа 2007 года МЧС выслал предупреждение о торнадо и об огромной буре, которая даже зацепила нашу ферму. И мой папа строил дом недалеко от перекрестка 31-й и 10-й улицы. Вроде да. И погрузчик был припаркован за строящимся домом, его не было видно с дороги. И мы предполагаем, что кто-то заметил, как мы работаем им каждый день, проезжая по этой дороге. Их план был в том, чтобы украсть его во время дождя. На следующий день мой папа ездит на работу, а погрузчик-то и нет. Зато везде вокруг следы от колесных шин. У одного из них сзади были двойные колеса, а у другого, я не помню, что он сказал, двойные или обычные, но там было два трака, что объясняет, как они так легко его увезли, да и вообще погрузили. У них точно был с собой трейлер, то есть у них была техника, траки и трейлер. Также там был трак, которым они пытались забрать его прицеп-фургон, но, походу, застряли в грязи, ведь в тот день шел дождь. Поэтому они не смогли забрать его прицеп-фургон, потому что было очень грязно, но они загрузили погрузчик. Ключи на погрузчик, как я понял, универсальные, то есть они либо купили этот ключ, либо он у них был, от другого погрузчика, который они тоже украли, использовав его, чтобы завести погрузчик моего отца. То есть, представьте, у них есть ключ, они просто взяли его, вставили его в наш погрузчик, завели, заехали на свой прицеп. Я не могу понять, почему они до сих пор используют универсальные ключи для тяжелой техники. Это идет в разрез с целью ключа. Все дилеры тяжелой техники используют их, ну, типа, мой новый экскаватор идет с ключами Кэт, которые можно купить в Кэт. Ну, это типа, как пойти в Волмарт и купить ключ от Сильвера до 2006 года. Ну, типа, ой, слушай, вот эта тачка на парковке мне что-то приглянулась. Пойду-ка я куплю ключ для Макларена и возьму его и поеду на нем. Но это ведь тупая идея какая-то, а тяжелая техника стоит дороже всяких там Макларенов. Я не понимаю, почему они продолжают это делать. То есть погрузчик завели универсальным ключом, завезли его на прицеп и уехали. Когда мой папа заметил, что погрузчика больше нет, он позвонил копам. Те приехали и начали измерять линейкой отпечатки ног и мой отец сказал мне, что не видать мне своего погрузчика как своих ушей. Я помню эту историю как будто это было вчера и меня расстраивает. Спасибо за внимание. Я увижу вас всех в Манхэттене, штат Канзас. Каково тебя? Я волнуюсь. Мне интересно, знают ли они, что я еду? Главное, тут не поднять шумиху. Точно. Думаю, это в каком-то из этих зданий. Наверное. Да, кажется, вот это место. В общем-то, да, он сказал это в каком-то сервисном здании. Просто зайду и буду смотреть сам. Вот оно. Парковочка. Думаю, он там. Надеюсь, нас не заметили. Шоу-тайм. У нас будет мало времени перед тем, как они поймут, что к чему и что происходит. Вот наша нательная камера на тот случай, если они скажут, нам не снимать. Не думал, что твой погрузчик будет так близко. Ну, он даже к тебе близко, получается. Это вроде нормальная зона, такая, ни гетто никакое. Ни петболи, ни галючей проволоки. В любом случае, я к Ходи. Приятно познакомиться. У этого места есть частный владелец, и по-хорошему тебе поговорить с ним, а не с каким-то там левым менеджментом и так далее, которые не захотят отвечать на твои вопросы, ну и так далее. Точно. Ну, ты понял. Этот чел из второго видео, он всё использовал, он всё выложил в интернет, я надеюсь, что они обо мне ещё не знают пока. Я выехал сюда сразу после его видео. На бабкетах и катапиларах, на которых мы снимали движок, табличка, если она есть, должна быть прикреплена снизу на защите, ну, знаешь, на нижней пластине. Надеюсь, они пойдут на навстречу. Да. Да. Если она не там, то я отсюда не уеду. Мой отец сказал не возвращаться без него. О, дайте, о, дайте. 15 минут назад, так что я... Да, чувак, если бы ты реально его нашёл. Это было бы просто суперкруто. Это уже огромная история с поворотами. Да это уже история. Так что да, давайте мы, наверное, пойдём уже, зайдём. О, привет всем, меня зовут Коди. Круто. Коди. Короче, 15 лет назад моего отца украли погрузчик мини. Мини-погрузчик. У меня есть предположение, что он может быть здесь, на вашем гольфкорте, и я надеялся, что вы дадите мне на него посмотреть. Пару дней назад мой друг видел здесь 250-й, поэтому я и видел его в сервисе у вас. И мы надеялись, что, может быть, вы просто дадите нам хотя бы взглянуть на него. Ведь прошло 15 лет, и мы просто хотим найти его. Да, у нас есть погрузчик, но он абсолютно новый. А, даже так? Да, ща, погоди, я позову кого-нибудь постарше. Видишь, у нас здесь 326-й. У нас был тот, что старый совсем был, но... Да, я вижу. Так, а со старым-то вы что сделали? Ну, это пойдём у менеджера уточним. Михалыч, ты где старый погрузчик наш покупал? Скажи ещё официального дилера Джон Дири. Да, продали мы его на аукционе в Пёрпл Уэй в 2017-м. А потом, ну, мы не знаем, где он. Мы продали его какому-то чуваку на аукционе. Я вас услышал. Я не знаю, где Кольф Корд купил его, когда они его купили. Это было уже довольно давно. Я тогда тут ещё не работал, но продали мы его, я уже работал. Но кому продали, я не в курсе. Я вас услышал. Окей. Мы купили его у Вэн Волл. Погрузчик. Джон Дири 250. Да. Его украли у моего папы 15 лет назад. Но это странно, потому что он был нашим с 99-го года. И стоял здесь у вас. Ну, тот, который мы продали потом на аукционе. Как он там? Пёрпл Уэйф? Да, Джон Дири 250. Да, Джон Дири 250. То есть вы продали его в 2017-м году. Он был у вас с 99-го по 17-й. С 99-го? 1999-го. Какой там номер? Тебе сказать серийный номер? Да, какой там Вин был? КВ-0. Так. 250. Так. А 1-5. 1-1-9-5. Да. Кто тут на фотках? Мы увидели, что кто-то удалил табличку с Вином. Поэтому мы подумали, что это немного подозрительно. Ведь у моего отца вместо семёрки стоит один. Так. А если вбиваешь в декодер Вин как у вас, то он не высвечивается. Видишь, в чём дело? Говорит, не существует. Да. Но мы купили его совершенно новым в 99-м году. Правда? Так, ну вот после этой фотки написано, что вы продали его в Purple Wave. Да. Вот наш погрузчик. Это он. Точно. У вас есть какая-то информация касательно того, где он может сейчас быть? Да мы продали его в аукцион и больше, по сути, ничего не знаем уже. Ясно. Круто. Ладно, спасибо за ваше время. Извините, чуваки, что не смогли помочь. Да. Так что, они говорят, что его продали, что ли? Они утверждают, что купили его в абсолютно новом, в 99-м. А продали в 17-м. Купили в 99-м и продали. Да, говорят, что купили в 99-м, у них все документы есть. Ну, говорят, что продали в 17-м. Но что странно, так это то, что их ВИН выскакивает в декодере с ошибкой. И таблички нет. И у них есть документы, что они купили его новым. Говорят, что купили, да, новым. Один парень не знает, каким они его купили, он недавно работает. Мой чувак сказал, что видел здесь именно 250-ю модель. Он сказал, что он посмотрел внутрь, и там было именно Джон Дири 250. Точно. Джон Дири 250. Да, он сказал 250. Да, он сказал, я смотрю внутрь, через второе окно, и я вижу Джон Дири 250. Он грязный старый. А тебе не показалось, что они вели себя как-то немного хитро, что ли? Да. Он сказал, я стою и смотрю прямо в окно на желтый погрузчик Джон Дири 250. А я не говорил ему в номер модели, я ему просто сказал, посмотри, есть ли там погрузчик. Они держались как-то закрыты, что ли, я не знаю. Ну, ясное дело. Ты тоже это заметила, да? Да, заметила. Погрузчик, проданный пять лет назад, я бы месяц искал эти записи. Ну, может, он, конечно, более организован, чем я там. Он достал их. Он достал эту папочку и такой, вот, смотрите. А, вы здесь за этим? Очень как-то быстро. У нас его нет. Такие, типа, всё. Да, типа того. Он такой. Ты же понимаешь, что они на нас в окно смотрят. Я не знаю, где он, я не знаю. Короче, чувак я. Да не может быть, в этом нет никакого смысла. Тут вот написано. Не знаю, как они придумали, что его продали. Хотя, погоди-ка, секундочку, погоди. Это же сообщение от Purple Wave. Да, но тут смотри, написано 66 сотен. Ты думаешь, это он? Да, этот чел его купил. Видишь номерной знак? Это Клахома-Сити. Как далеко отсюда? Ну, часа три. Мы едем в Клахому. Я думаю, тут уже куча людей останавливались и спрашивали их об этом, раз у чувака просто все документы уже просто вот здесь вот лежат. Он не здесь. Я спрашивал, я их спрашивал, звонил ли им кто-нибудь, а они сказали нет. Ну, в худшем случае, он может оказаться в Сихасе, где довольно тепло. Как и в Южной Америке. Да-да, или в Гватемале. Ладно, давайте. Да, тут можно ехать 200. Вот мы и едем. Бесплатные огуречки. Надеюсь, они все поймут. Вон он, я его вижу. Где он прячет мой погрузчик? Ну все, приехали. С тебя 500 рублей. Шучу. Вы меня узнаете? Я узнаю, это лицо. Очень приятно, я Коди. Я не знаю, знаете ли вы, почему я приехал или нет. Да знаем, зачем ты приехал. Мы смотрим твои видео, я себе в Инстаграме писал даже, но ты мне не ответил. Один парень думает, что нашел мой мини-погрузчик, и мы приехали сюда, чтобы просто, знаешь, ну, посмотреть на него, ну, он, не он. Мы заезжали на гольф-корт, и ведь у них его купил, да? Да. Окей. Они утверждают, что купили его новым. Да, и мне они сказали то же самое. Прикинь. Окей. Купили они его новым, но их вин не пробивается, ты прикинь. Когда его вводишь. Оу, правда? Говорит, что они действительны. Оу, правда? Ну, значит, его заменили. Окей. Это немного подозрительно. Понятное дело, что вы ни в чем не виноваты. Так что, вы были на том гольф-корте? Ну, разве это не самый прекрасный гольф-корт? Я такой. Такое место, как это, вряд ли купят украденный погрузчик. Не, ну да, вряд ли, конечно. Может, это купят. Ну, видишь, они сначала продали в аукционы, но в любом случае, мы просто хотим, знаешь, убедиться. Так что, если ты не против, не мог бы ты нам его показать? Конечно, покажу. Ну, правда, он сейчас на работе. Дай только пойду, схожу за мобилой. Да, к нам целый день люди приезжают, но мы его не крали. Правда, не крали. Эй, ты в это не поверишь, но у меня здесь свистящий дизель, и он хочет посмотреть на наш погрузчик. Он нас не обвиняет ни в чём, он очень дружелюбен. Да, точно. Я увидел его на нашем крыльце и такой, вау, это же он... Он много проехал. Чё, мне пушки-то захватить? Не, не надо. Ну, ладно. Ну, давай. Я думаю, они проканули. Погрузчику у дома своего друга из-за всех этих людей, которые приезжали к ним и всё вынюхивали в надежде получить бабки. Короче, это сделано для того, чтобы никто не мог подменить табличку. Свин. Ясно. И он мне такое говорит. Эй, ты это видел? Пойдём глянем. Окей. То есть табличка здесь должна быть? Джон Дири маркирует двин номер и по табличке тоже на случай утраты. Да. Вынужден согласиться, это выглядит как механическая маркировка. Они маркируют его уже после того, как он собран. Устройство маркировки нужно сильно прижимать, и иногда оно соскальзывает. Точно. Должен признать, это реально выглядит как довольно аутентично. То есть в реальной жизни выглядит не так плохо, как на фотках. Если открутить защитную обшивку и перевернуть его, то там, наверное, есть ещё один вин номер. Можем перевернуть его. Вот это... Вот это ещё одна штука, которая навела нас на подозрение. Мы не поняли, почему они так хреново приварили гидравлику к стреле. Ну, это на Гольф Корте. Они сказали, что ручной тормоз не работал, и что он скатился с холма и во что-то ударился. После этого они говорят, что стрелу и повело. У тебя она тоже кривая была? Вы думаете, это заводская стрела? Да, мы думаем, это оригинал. Мы не поняли, почему она скребёт кабину. Потому что... Потому что привдарь её погнуло внутрь. Видишь, вот здесь она совсем несимметрична. Здесь видно, а там нет с другой стороны. Там было где-то 12 сочин часов, когда я его купил. Понятно. Дайте-ка я им покажу. А сейчас тут... 13-14. 13 сочин. Ну да, он работает. Да, он работает с тех пор, как мы его купили. Они сказали, что он не работает, потому что на нём было мало часов. Странно. Да. Значит, вы просто купили маленький пробег? Да. Но тут половины болтов нет. Может, они там что-нибудь подкрутили? Да нет, это я туда лазил. А, ясно. Ну что ж, значит, это не он. Не он. Продолжаем поиски, значит. Ну, мы хотя бы проверили один из 37 тысяч. Нормально. Да встань поближе. Да, это мои детишки. К сожалению, у нас нет никакой новой информации. Хорошая новость в том, что четверть миллиона долларов, нет, 300 тысяч долларов ждут того, кто найдёт погрузчик моего папы. Но это если только погрузчик приведёт нас по итогу к вору, к человеку, который украл этот погрузчик. Или к людям. Мне, конечно, нужен погрузчик, но самое главное это найти вора. Я выложу это видео, несмотря на то, что здесь не прибавилось новой информации. Но я правда думаю, что эта история показывает, что я серьёзно отношусь к своим заявлениям, и я реально хочу найти этого подонка. Ведь мы сегодня только проехали полстраны, просто чтобы посмотреть на погрузчик. Так что да, если у вас есть информация, делитесь. Мы сейчас, наверное, поедем в Диану на тот перекрёсток, где его отец видел в последний раз. Наверное, поговорим с полицией, которая там в курсе всего этого дела. Ещё раз хочу уточнить по поводу вознаграждения. Оно для людей с конкретными фактами, которые приведут или помогут в поимке воров, либо местонахождению папиного мини-погрузчика. Вот эта информация, которая у меня была, она была хорошей. Если кто-то найдёт вора, то нам придётся, наверное, разделить вознаграждение. И так как наш бюджет составляет 300 тысяч долларов, но из него, если что, мы выплатим тем, кто найдёт того, кто погружал его, к примеру, ну или главного вора. Так что всё будет по-честному, понимаете? Если просто кто-то найдёт погрузчик, то давайте выплатим ему половину. И половину мы выплатим тем, кто найдёт людей, укравших его. Если погрузчик к ним приведёт, то мы выплатим и вторую половину. 150 тысяч долларов тому, кто найдёт погрузчик и ещё 150 тысяч для тех, кто найдёт уродов, которые его украли. Если погрузчик к ним приведёт, то этот человек получит 300-ки. Я уточняю это, чтобы людям было понятно, за что я плачу и что я настроен серьёзно. Привет. Короче, у меня тут новости по поводу погрузчика. Короче, гольф-клуб был продавцом, и потом он показывает мне, что у него есть документы. А, купля-продажа датирована 99-м годом. Единственный вариант остаётся, что это работники гольф-клуба его украли. Но, но я так не думаю. У них слишком большой гольф-корт и очень красивый. Ну да, это было бы каким-то странным стечением обстоятельств, чтобы они попали в такую жопу. Да, мой отец владел им много лет, поэтому это всё вряд ли такое было. Но я всё ещё ищу. Жалко, что это был не он. Да я знаю, знаю. Доказательства были такими убедительными. Хотя, знаешь, это могло бы быть правда, если бы, скажем, ну, теоретически, гольф-корт купил его, а потом продал его Дональду Трампу, который, в свою очередь, продал его не кому-то, а Бараку Обаме, а тот моему отцу. Но за потраченное время, чувак, у тебя есть PayPal? Я закину тебе патронов. Ну, за всю твою помощь, конечно. Благодарность. Ну да, чувак, если хочешь, то давай, я не против. Может, через Берр. Ну, просто, чтобы ты понимал, что ты потратил время, а любое время должно быть оплачено. А, ну, сам смотри. В общем, с кем мне номер своего PayPal тогда, хорошо? Ладно, чувак, спасибо. Да, спокойной ночью. И тебе, бай-бай. Чёрт. Не вешайте нос. Да. Чё надо? Давай ещё разок, я чуть не обосрался. Здрасте. Забор покрасьте. Чё надо? Меня, меня Коди зовут, я погрузчик, 15 лет назад у отца угнали. И чё? Ну, и нам сказали, что он может быть у вас здесь, а, ну, мы просто только что проехали 20 часов, чтобы, ну, посмотреть на него. Да, это я его купил. Но. не убеда, но мы не убеда, Субтитры создавал DimaTorzok